Ателье Брабус берет не стилем, а дерзостью. Так, самое свежее творение немцев – 900-сильный пикап на базе мерседесовского Гелендвагена. При том, чтобы подчеркнуть эксклюзивность новинки, в Ботропе сделают всего десяток таких вездеходов. На самом деле Брабус, на радость любителям всего необычного, выкатил пикап еще два года назад. Для его создания исходному гелику растянули колесную базу и имплантировали портальные мосты. С ними дорожный просвет вырос аж до полуметра. А теперь машина разжилась топовым Брабусовским мотором. Взяв 4-литровый мерседесовский битурбомотор, двигателисты Ателье увеличили объем на 400 кубиков, попутно внедрив новые турбокомпрессоры, поршни, шатуны, коленвал и топливные насосы. В итоге исходные 557 лошадок сменились табуном из 900 коней. Но чтобы поберечь трансмиссию, инженеры ограничили величину пикового момента. И все равно пикап выстреливает до сотни за рекордные 4,4 секунды. В продажу каждой из 10 автомобилей уйдет по цене 660 тысяч евро. Для тех, кому не хватит скромного тиража, останется более простая 800-сильная версия. К слову, она стоит на 80 тысяч евро дешевле. Не секрет, что вице-президент по глобальному дизайну компании Nissan и Infiniti Альфонсо Альбайса считается одним из самых известных и уважаемых автомобильных стилистов современности. В последнее время американский дизайнер кубинского происхождения собрал множество наград. Однако в личном трофейном кабинете именитому мастеру вновь придется искать место для еще одного престижного приза. Так влиятельный американский журнал Newsweek признал автора современных Nissan и Infiniti лучшим дизайнером года. Уточним, что премия Newsweek присуждается самым ярким представителем дизайнерской отрасли. Годом ранее авторитетный журнал Motor Trend посчитал, что Альбайса достоин называться одним из самых влиятельных персон автомобильного бизнеса. Хотя обычно этого титула удостаивались сплошь финансисты и промышленники. Напомним, что за короткое время команда под руководством амбициозного стилиста полностью переработала дизайнерский язык Infiniti и Nissan. И теперь пожинает плоды своих трудов, в том числе в виде наград.